Всем большой привет, с вами Айс и мы продолжаем прохождение Final Fantasy 4 The Efton Ears. В прошлой серии мы, ну не то чтобы застряли, бродили по пути из Мессидии в Барон по чертовой дороге, прыгали через телепорты, ну и как бы сейчас будем продолжать это делать, ну или возможно они кончатся. Одно из двух. Очень просто. Ну еще один телепорт. Это видимо был не тот. У нас напало 4 чудыша, но нам в принципе все равно. Ну не знаю, что делать вообще. В плане отступления, может вообще убрать эту кнопку из джойстика, чтобы оно вообще просто не мешалось. Ого, огонь-то по огню, действительно лечение, что-то я с тут вступил вообще. Взяла только что подлечил мобов. Это я конечно хорошо сделал, вопросов нет. Это я умный. Еще и сбежать удалось. Наверное я не хотел от них убегать. Что за реально за ерунда вообще такая. Оба, у нас теперь вот такая дорога, да? Лабиринт в общем. Стандартный лабиринт. Не знаю, сможем ли мы из него выйти-то вообще, из-за уберенька. Давайте наверно физ... физ... аааа, я не то выбрал. Для лечения выбрал опять я. Это не нужно было делать. После зря потратили магу, манну белому магу. Абсолютно зря, к сожалению. Не эффективное, не целевое использование магии сейчас было. Нужно атака. 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 Промах. Супер. Дааа, вот так вот криет 418 получили. Попомна с 665 опыта. Маги кстати уровень как-то не получают, они спешат его получать, немножко странноват вам не кажется. Ну такой лабиринт. Хотя... Может быть и сложный. Может быть и сложный. Да вроде нет. Понятно куда идти и... новый телепорт который отправляет нас куда-то дальше. Куда-то еще дальше. А, ну в принципе мы вышли. То есть вот она Эмисидия. Вот он барон по идее должен быть. Да, это барон. В замке есть юный принц. Только-только на пороге совершеннолетия. Вот погоди, а ты не? Конечно это он. Как мы все мирно спокойно живем при крале Сесиля. Грустно только что господин Драгун Кайн так и пропал без вести. Ну, мы его я думаю еще найдем. Королевство барон правит и увеличится Сеси. Он в прошлой войне лично спас всю нашу землю. Да, это мы помним. Ну хотя он был не один опять же. Зелье перон, золотое лето, колокушко, 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 блин. Тут что у нас? Осколок будет непонятно. Ничего я такого тратить не могу. Что у нас тут написано кстати. Ничего. Блин, как же. Мучает меня вот эта фигня. Полотца ничего нет. Надумал я значит приводит в деревню Мист. А там баронские воины перекрыли пещеры и никого не пускают. Ясно. Ясно. Дверь озаперта. Ну так это уже было, это уже было. В общем ну понятно куда я хочу. Да я хочу. Государство если он наверняка хочет видеть принца Теодро таким же палагином как он сам. Ну это не значит что мы хотим быть палагином. Никаких секреточек. Ах этих секреточек нет. Добро пожаловать. Железный меч. Вот железный меч это уже вещь неплохая. Пожалуй мы себе возьмем сейчас. Да. Пламенный жезл. Пожалуй. Пожалуй теряющий посох. Арбалет. Четыре стрелы. Хе-хе-хе. Давайте гримовой жезл. Следующий жезл. Ну как-то так. Железный щит. Железный шлем. Щит берем. Разные перчатки. Шапка волшебника. Пожалуй берем. Две штуки. Одеяние земли. Одеяние мудреца. Пожалуй тоже берем две штуки. Сребряный наукавник. Тоже две штуки. Да не. Какой порогатик купить. Часто они от меня уйдут. Это будет очень недосадно. Согласитесь. Ну я надеюсь что. Что эти розы. ребята от меня никуда не денутся. Железный меч. Конечно же. Дрон за его щит. Железный щит. Кожаная шапка. Хм. Магическое уклонение набило. Проклонение такое. Немножко хуже будет. Но я думаю это не сильно. Длиние мудреца. Железные перчатки. В принципе снарядили. Можно теперь продать вещи. которые нам не нужны. Бронзовые доспухи. Посох. Шапка. Как-то так. Давайте за черного мага бегать. Мне нравится. С луны. Как спустился громадная тень. Что бы это могло быть? Ну как что. Да. Ты просто вот так вот делаешь. И жестик переключает. Ну что за бред. Эта кнопка просто автобоя. Я как не могу ее поменять. Глюк какой-то. Если сейвом запускаю. Настройки управления те же что были до этого. Ну куда же отец и противостился. После этой истории вообще не приходил домой. Наверное опять возится своим воздушным кораблем. Но мне все равно тревожно. Ладно. Это еще Сида дуточка. Я волнуюсь. Что не говори. Он уже не молот. Хотя сам бы меня за такие слова изругал. Сладостный лоле. Ммм дедушку не видел. Он обещал когда вернется покажет меня на воздушном корабле. Но как же я мог его увидеть. Куда же мне вообще идти то тут. Мне замок нужен. Мне нужен замок. Еще можно сюда зайти и поспать. Кстати это будет мудрое решение мне кажется. Да. Ну почему мудрое. Потому что манна скорее всего у нас не установилась. А манна нам нужна будет для боев. Дальше. Чем тратить палатку и так далее. Можно отдохнуть и восстановить силы. Отлично. Мы это и сделали. Мы начали гулянные рисы в кайпо. Оу. Как вот на сталье. Ну какая на сталье. В четвертой части просто пересечения все. Граят их величество встретила и Роза однажды побывали на луне. Да были. Вот бы мне туда. Неужели когда нибудь простые люди тоже смогут туда летать. Государня Роза когда родила принца только еще больше похорошела. Вот бы мне такое материнство. Странно все таки. Откуда вдруг взялись так много чудовища. Когда чудовища набили замок все думаю конец и мне этой лавочке. Ну что значит король Сесил все составит их тварь и победил. Как победил и все его убили. Не важно что происходит в мире. С таким королем как Сесил мы за каменной стеной. В ходе слухи что туманная пещера при полном уне наполняется жуткими чудовищами. Если туманной пещеры в полном уне то остерегайся. Ясно. Оба. Секреточка, секреточка, секреточка. Сухой эфир. Белый клык. Рог единорога. Это неплохо, однако. Оба. Зелья Силы. Ну. Секреточки мы находим просто на раз-два. Дом Розы. Теодор вернулся благополучно. Умница. Иди с Краева Дворец. Завирательным у тебя бы наглядеться. Странно. Вот это очень все странно. Такое тут мирное. Как? Это я не очень понимаю. Суны как спустится. Скук. Спустится громадная тень. Сесилы же долбанули. Значит не должно тут быть все так безра... Безмрачено. Увы. Что-то тут не то. Сид. Аверостроитель. Его дом всем в западной части города. Между прочим Сид последнее время тут не появляется. Уже и до чего беспокоится. Что? Вход в здание в западной части города? Да так видно еще же их краев. Я не помню где там ключ найти. Ну не помню реально не помню. Как тут дом попасть? Что это тайный проход в замок. Я хотел бы по тайному проходу в замок лучше сходить. Чем по такому. Потому что что-то не то. Ааа. Ты не можешь стоять где-нибудь в другом месте. Видишь я загораю. Блин это точно так же было в четвертой части. Просто один в один. Ага. Класс. 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 Просто класс. Да. И в этих загоральщице. Класс. Найденный арктический ветер. Найденный паучский шелк. Класс, просто класс. Еще когда свежи в воспоминаниях эмоции от прошлой части, когда только-только мое прошление, это еще более классно. Ну что ж, наверное нам все-таки наверно, наверно нам все-таки нам нужно выйти на карту мира, сохраниться тут, конечно можно использовать быстрое сохранение, но и прок использовать такое, оно как-то понадежнее мне кажется, хотя, ну пойдем в замок, как-то все слишком безмятежно, приказ короля никого не пропускать, это чья Тедор? Приказ короля никого не пропускает, вы что меня не узнали? Пойдем Теодор, а? Не будем зря тратить время, они под власть, я понял, то есть они видимо зомбированы. И ключ мне взять от того дома, я не помню, в четвертой части же была такая же штука. может он расскажет, мне не понравилось, как выглядели стражники, какие бледные, меня не узнали. Точно зомбированы? Совсем как тогда, а? В городе есть канал, через который можно пробраться в замок. Как вы хорошо знаете город, у вас ведь там не заперто? у кого-нибудь должен быть ключ, пойдем в город поищем. Да, про ключ-то я помню, колес-то барон прайдер, нам нужно найти ключ, кого-то он должен быть, кого-то он должен быть, да, включат канал, да, мне его отец задал на хранение, отлично. Ну да, точно уже у Сида вроде был, Сид нам его открою, если я не ошибаюсь, все повторяется, причем повторяется вообще в один в один, почти вся история, ну не вся история, а вот события, да? Ого, вот это вот ты змей горничь, так отец, а сколько будет бить наш доблестный воин, 110? Ну тут и не так плохо, согласитесь. Цунами и 33-33 можно лечиться. 110 тоже совсем неплохо. Честно, использовать меч, мы же можем использовать вещь? я думаю. Ну громовой пусорь да, вот этот гром или как там, крит 170, что здесь все равно выжила эта рыба? неприятная вещь. То есть, например, вот предметы какие-то, да, и как там? мне просто интересно, можно как-то применять посох грома, применить как вещь или нет? видимо не можем, промок червяк, какие червяк тут обитают-то, а? неприятная, 780 опытов у Капюшона получил уровень, рог, рог единорога, 600 золота, 1 феникса, не зря я там пошел, как чувствовал, что будет там секретка с сундучками. Вон, опять-таки гады. Осаду цунами. Неприятная магия, очень неприятная магия, которая вроде не так сильно бьет, но все равно гадство. Мне нужна молния. Я думаю, молния по ним нормально пройдет. Лечение на всех, второго уровня, давай юзай. Молния, ну по рыбам то молния нормально, да, уязвимость в них по молниям, помним мы. И лечение, лечение на всех бойцов. Ну хп у всех кроме Капюшонового, ну и так 900 хп. По сравнению с ним-то у нас вообще жизни нет. И еще 600, 600 очков опыта практически. Здесь ничего, тут тоже ничего. Ой в бароне будет страшно чувствовал. Чувствую в бароне будет очень неприятно нам. Крокодилы. 492 ваншот. 171 ваншота нет. Рапогатель не лечение, я не хочу убегать. Это глупо. Убегать в эту ситуацию. Когда я его убил уже. 1, 3, 2, 0, 6. Ну неплохо в принципе. Нет секрета Райза, секреты, нет? Нет. Ладно. Блин, да точно так же как было там. Проход-то остался тот же, точно такой же. Естественно, что он точно такой же и есть. А какой он должен быть по-лошему, да? Замок такой же и проход такой же. Просто он как бы в улучшенной графике, а так-то... Так-то все такое же. И идти нам так же. Белой магу нужно было подлечиться. Что-то я как-то сглупил. Не заметил хп. Поспешил немножко, как всегда. Да ладно. А успешение только у него, как раз у меня и было. Досада. Я конечно могу первым Феникса это все сделать. Понятно. Можно зелье еще использовать. Зелья мало, мы их купить можем. Зелье Сила. Из сундука появляются. Что-то еще. Ух ты! Тут такой есть. Ничего себе. Черный ящик. Каменный взор. Да ладно. Слышь, ну ты слишком часто-то не взором своим, не глядя. Слышь, ну иди на нас. Сильный гаденыш. Аж он честно- что он там прячет? В этом сундуке у себя. Блин, почти ваншот. Офигеть. Трии250. На. На еще 460 живой. Офигеть. Блин, это, это гад. Это просто гад. Все? Теодора, Теодора ты менял, да? Или еще нет? Злота игла нам по идее на него нужна, значит? Добить бы, а? Отлично. Лечимся. Здесь капюшоновая там не прородится в камене. Давай добивать его, 170. Сколько у него жизни-то? Это жесть какая. Злота игла. Ну ладно, еще одна злота игла. Ну а что мне еще делать тогда? Жесть. Какой сильный моб был. Реально пипец сильный. А опыта всего лишь 308. Ну что? Ну значит он что-то охраняет дикое. Вау, хорошая вещь. Может быть с вами мечами ходить? Не могу, да? Ну ладно. Ну как-то так. Теодора, кстати, оживление есть. Мы могли не тратить первый феникс. Вот. Была ошибка. Что я его потратил? Ну ладно. В общем вот секретка такая получается такая. Который очень неплохой меч мы нашли. Классный меч. Это радует. Возможно мы сможем... А ладно, тут их уроны. Да, после... Кстати, караву меч и убьет по этим гадам сильнее, чем обычно. Это хорошо. После довольно-таки легкого начала, да, я уже и не думал, что будет так сложно. А вот, пожалуйста. В прошлом бою нас чуть не убили. Сейчас нам убьют по 120, по 130, когда у нас 270 кп. Еще 50 кп. Ну двойной удар, да, я помню. Ну так добили без использования магии. Даже лучше. 1195 опыта. Двадцатый уровень капюшонного. Двадцатый уровень Теодора. Сила. Изучена новая магия. И Эссуна. Эссуна. Которые снимают всякие проклятия и так далее. Так, ну что, нам опять надо лечиться. А, не знаю, два, раз, два. Как-то так, может даже себя подлечить. Вот он проход сюда. Наверное, проход сюда. Вот он, да. Там сундук, надо обязательно взять его. Эй. Снадобие. 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 Вещь хорошая. Экс. Тут у нас есть что-нибудь, что-то типа сундука? Видимо нет. Атака, атака. Ваншот. Надеюсь, еще один ваншот. Да, еще один ваншот. И сразу же Цунг Нами нас насылает. Ну, благо там все-таки он не так сильно отымает. Молния. Поехали. Молния и белая магия. Ну, давайте лечение. Просто первый уровень усып. Ну, должны добивать. Хотя у него тоже очень много хп у этого червяка. У Динова. У Динова черви. 475, нет? Не так много. Еще 5194 опыта и черные маги действительно не получают ничего. Ни белый, ни черный маг. Это немножко так странновато, однако. Ну, где проход-то тут уж проход был. Вот он. В оригинальной четвертой части я больше плутал, но там карта не была. Все-таки карта есть. Так, это у нас Наги, да? Крит сразу же. 714 ваншот. 197. Шлипоку ответ. Сколько там? Ага, понятно. Така. Рисуна. И еще один Крит. 656. У него останется это или не останется после боя статуса? По идее, да, останется. Я хочу найти этот секретный проход тут еще. Пускай там будет еще пару битв, не страшно. Крит. 482 за глаза. 200 маловато. Шлипоку ответ и опять же какую-то магию у нас наилен. 741. 741. 741 единица опыта. А, я не могу доставать, что ли, с этой магией, да? Получается, ну что? 20 очков, все эти снимают. Очень много. Очень много стоит манны. Исуна. Очень много. Ну где-то мы же прошли тогда, нет? Ну что попасть-то? Тоже же проход добыть, а? В левую часть. Ооооо, звери какие, а водные червя. Ну а дому убили. Довольно хорошо ударил по тому, кто больше всего защищен. Ну и кто больше всего хп. Поэтому никакую уронку. Неплохо так способ подрома нанес урон. Ну и сейчас карадовый меч. Тадура его добьет. Еще 14... 414 опыта. 414. А вот мой сундучок. Сома. Древний водолот. Минус первый этаж. Куда это у нас? Ага. А куда? Вот туда у нас идет выход тогда. Ух ты, смотри, змеи какие-то. Гидра. Крокодил и водный червь. Вот это да. Минус гидра, кстати, все равно. Минус крокодил. Ну давайте подлечимся. Нет у нас там лечение первого урона на всех. Ну неплохо, 60-то. Вот по 60 хп по всем хорошим. За три очка маг. Ох, ёк, романый. Какой же урон. По нашему белому магу за это нанесли в 116 практически. Ну не практически, а больше половины хп. С надоби нам дали. Ладно. Так. Давай, не знаю, зелень. Зелень подлечимся. Какой урон у него наши маги. Десятый, десятый. Уж они не растут почему-то. Ну да, они лучше вырасти не могут. То есть по идее их надо раздеть. Ага, но сейф. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Скорее всего их надо раздеть, да? Хотя, не буду их делать. Сохранить? Да? Да. Ну что ж, на этом мы заканчиваем очередную серию прохождения Final Fantasy 4 The After Effects. Эти новых серий и всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok